всем привет ребят вы на канале тесла хотел я сделать сегодня проверку жестких дисков которых я и которые я имею вот у меня возникла проблемка мой адаптер вот этот вот этот адаптер когда его подключаю к но ноутбуку ноутбук подключаю и вставляю сюда жесткий диск лампочка здесь горит и жесткий диск сразу угадывается на компьютере ну как как какой-то внешний носитель да если только если этот диск от ноутбука вот вот такой вот диск допустим не оставлю и он сразу показывает компьютер вот такой-то диск столько в нем емкости так далее так далее вот если я подсоединяю вот такой диск с таким же разъемом все правильно то компьютер мне ничего не показывает раз и диск сам не работает он молчит он даже него не слышно чтобы он крутился там ничего вот поэтому вопрос сразу сразу вопрос почему так и что я не так делать возможно ноутбуку не хватает мощности для того чтобы запустить такой диск но в общем хочу от специалистов услышать ответ ну а пока мы просто перейдем значит к обзору вот этих дисков которые хотел проверить и потом у меня есть еще одна находка я вам ее покажу значит что у нас у нас диски 500 гигабайт принципе его не надо проверять он рабочий его только что включал вот мы его положим в сторону и вот есть у меня значит несколько вот таких таких дисков с соединением вот как она называется не помню вот это у нас samsung 100 гигабайт по моему это 100 гигабайт даже от какой-то игровой приставки еще один у нас 160 гигабайт здесь у нас 80 гигабайт ну и один какой-то неизвестный hitachi и не стоит у него сколько у него емкость ну не стоит и не надо вот такие их тоже проверить ну как бы с этим адаптером нереально потому что другое соединение ну отложим их в сторону и посмотрим потом когда-нибудь а вот еще один samsung тоже значит 80 гигабайт тоже в сторону половым дальше дальше у нас значит ну вот начнем вот с этого я их буду сразу в коробочку складывать здесь вот есть коробочка буду туда ложить потом их убрать значит вот такой у нас 250 гигабайт гигасет нет ге зи агет зи агат короче блин я не буду читать с моими ломаным австралийским вот поэтому вот так вот буду просто говорить барракуда 7200 скорость 250 гигабайт емкость его да вот ну вот такой вот такой тоненький кстати пойдем дальше здесь еще один такой же точно такой же барракуда 160 гигабайт я бы просто хотел бы их все проверить и уже чтобы определиться какие выкинуть какие не выкинуть вот что-то там удрить и ремонтировать я их не буду если диск не работает его просто выкину вот еще один барракуда 7200 250 гигабайт у них принципе все это одинаковой фирмы пока идут здесь у нас вот какой-то непонятный диск от hitachi диск старт вот здесь все понятно здесь наоборот все понятно здесь 80 гигабайт у него поэтому принципе здесь все ясно это другой был диск непонятно но мы до него дойдем вот здесь значит у нас идет samsung 250 гигабайт ну и 7200 стоит hdd hd 20 50 edge jet ну короче вот такая вот самсунговская дальше 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 у нас вот такой и что у нас тоже 250 гигабайт вестань дигитал вестань дигитал вот такой у нас диск вот я думаю что больше половины из них у кажется рабочим потому что в принципе диска всегда рабочий вот такой samsung на 200 гигабайт тоже неплохой вот почему у меня все такие маленькие диски остаются теперь остались маленькие в смысле с маленькой емкостью потому что большие емкости я стараюсь ставить на компьютеры в которые нахожу что готовых ну выгоднее продать было здесь вот у нас опять деск деск стар китачи вот тут как раз таки не вижу на нет вот стоит 160 гигабайт все нормально маленький диск но пойдет вот дальше у нас идет и б.м. и вот и б.м. как раз таки тут проблемка вот тут тут интересно что здесь стоит 82 и 3 гигабайта это только только и б.м. такие дела что такое неровное не неровное количество гигабайтов но тем не менее это так кстати и подсоединение здесь другое можно нельзя его проверить будет нормально либо в компьютере уже конкретно дальше у нас хитачи идет хитачи ну вот тут кстати вот он интересный диск от хитачи но тут не стоит сколько у него емкость его то есть вот тут написано все но емкость его не стоит вот интересное проверить и посмотреть сколько он весит значит что у нас дальше 160 гигабайт самсунговский в основном вот такие конечно маленькие диски дальше 160 гигабайт опять барракуда дальше у нас вот 500 гигабайт от барракуда его мы и отложу в сторону сразу потому что он мне будет нужен скоро вот и значит у нас здесь еще самсунг самсунг 160 гигабайт дальше у нас идет 250 гигабайт опять барракуда вот такой интересная наклейка и здесь что это наклейка ну это штрих-код ричпи тоненький неплохой ну и последнего такой самсунг кстати тоже с вот таким соединением поэтому тоже насчет проверки с ним не знаю нужно будет какой-то компьютеру стыкать вот ну и что на этом принципе у меня дисков больше нету но я хотел бы еще вот такой показать вам ноутбук вчера привезенный вот это у нас вот джицу нвидео у него стоит нет да им видео я карта интер корр 2 стоит windows 7 должен стоять включить включиться он не хочет но мы его сейчас включим через блок питания у него аккумулятор сел сейчас уберем странно здесь будет питание да вот он подходит значит что сразу хочу сказать у этого ноутбука не было вот этой крышечки здесь все хорошо так смотрится все нормально но крышечка отсутствует вот и значит мы включаем его я его уже смотрел много не покажет вам но он покажет что он рабочий и его можно нормально восстановить причем такой но ноутбук выглядит хорошо у него все здесь четко ничего никаких косяков нету все чистенько ухоженный он такой был вот ну и конечно же он пишет что nvidia болт болт агент 2305 в общем я читать не буду здесь это самого вот он пишет что оперативной системы нету отсутствует все то есть поставить диск загрузить оперативку вернее не оперативку windows загрузить и вперед можно компьютером пользоваться вот такой фуджицу у нас на 1 это у нас модель с прямо модель в 65 55 в 63 пятерки вот ну что все на этом все ребятки у меня больше ничего нет не забывайте подсказывать мне подсказать мне насчет этих больших больших жестких дисков как их проверить с помощью адаптера вот такого возможно ли проверить и возможно или невозможно проверить короче всем удачи как всегда ну и ставьте лайки подписывайтесь на следующего видео